здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал кому на немецчине жить хорошо продолжаю обзор сайта оптимист и хочу зачитать вам вот такой интересный пост ох уж эти телевизоры немецкие периодически натыкаюсь на посты от людей которые не так давно приехали в германию для них тут многое не так магазины не работают по выходным на парковках не берут сотенные купюры связь дорогая и так далее те кто живут тут подольше после прочтения таких постов хватаются за лицо и начинает объяснять неофиту что а везде свои порядки он еще не совсем не во всем разобрался потому что ему сложно и непонятно я живу в германии почти десять лет так что меня не пугают улыбающиеся люди не смущают сморкающиеся повсюду немцы а экономия воды и тепла давно вошла в привычку у меня припекает от другого две вещи которые нормальному русскому не особо нас знакомы гема и гэс который ныне ох тут не выговорить сами прочитаете то есть взнос за радиовещание гема это такая хрень которая следит за соблюдением авторских прав на территории фрг на русский их название можно перевести как общество по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки лично я часто наблюдаю результат их работы на ю тубе когда хочу посмотреть какой-нибудь русскоязычный ролик если в нем есть музыка права который защищает гема то с большой вероятности я увижу не ролик а вот это то есть это видео недоступно для германии поскольку возможно содержит музыку права на использование которой не было предоставлено гемой и в конце приписка что они сожалеют к счастью совсем недавно youtube договорился с гемой и отчисляет им часть своих доходов в обмен на разрешение проигрывать некоторые ролики но все равно эту надпись видно слишком часто однако запреты в запреты в интернете ки это не вся их деятельность они также контролируют использование музыки в общественных местах с радио и телевидением все понятно они и так покупают права на все что показывают и проигрывают интересное другое например если я решил открыть магазин и проигрывать в нем в целях развлечения посетителей музыку то и тут ко мне в гости придут эти веселые товарищи они потребуют у меня денег за каждый квадратный метр помещения в котором эта самая музыка проигрывается тоже случится и в случае если я открою маникюрный салон или автомастерскую даже церковь платит бабки если играет музыку которая защищается гемой и чем больше приход тем больше надо отстегнуть выпускные в танцевальных выпускные в танцевальных школах музыка в автоответчике показ фильмов со звуком общественный транспорт городской праздник за все надо платить причем пофиг играет радио телевизор диск или живой музыкант однако есть и исключения например врачи могут включать радио в своих приемных совершенно бесплатно дело в том что гема контролирует проигрывание музыки в общественных местах а поскольку у врачей и пациентах особые доверительные почти личные отношения то и приемные не являются общественным местом в широком понимании этого слова если вы думаете что все предприниматели и организаторы мероприятия радостно бегут платить деньги то вы ошибаетесь многие просто не знают всего списка облагаемых поборами действ так что гема сама ищет с кого надо еще сшибить бабла например что делают в газетах объявления об открытии магазинов маникюрных салонах и праздников и идет туда проверять так что платить рано или поздно приходится практически всем ну или же проигрывать музыку который не лицензируется этими товарищами если с гемой обычный человек сталкивается в основном интернете то вот это слово тут хрен прочитаешь то повергает в уныние вообще всех по сути этот побор за возможность смотреть телевизор или же слушать радио взимается с каждого отдельного хозяйства раньше все было просто если у вас нет радиоприемника телевизора или других приборов через которые можно приобщиться к дарам телевидения или радио то и платить ничего не надо но пару лет назад кое-кто особый умный решил что народ надо раскошелить поголовно и ввели плату за самую возможность смотреть телевизор стоит это удовольствие 17 с половиной евро в месяц причем освобождены от этой повинности совсем немногие категории граждан например некоторые инвалиды получатели социальных пособий и студенты которые получают бафек местный аналог стипендии а вот просто люди с очень низким доходом все равно платят даже если вы живете в землянке без света и воды то и тут с вас попытаются содрать бабки если у вас есть вторая прописка что в германии вполне нормально или домик для отпуска то платить придется и за них самое занимательно что факт наличие права на льготы не освобождает от обязанности платить как только у вас на руках появился документ подтверждающий например получали получение социального пособия вы обязаны тут же написать заявление об освобождении от уплаты сбора в ином случае товарищи из этой конторы имеют полное право стрясти с вас деньги будь вы хоть трижды получателем всех возможных пособий и инвалидом я как-то едва не попала на довольно крупную сумму хотя и получала стипендию и была теоретически освобождена от всех от всех выплат но организация которая выдает в нашем универе эти справки затянула выдачу документов почти на 4 месяца нет справки нет освобождения но к счастью все разрешилось мою пользу товарищи сборщики шлют свои письма счастья со счетами всем но из-за большого объема работы иногда письма не доходят или доходят не вовремя однако это не значит что нет письма не надо платить есть масса случаев когда люди не получали долгое время писем со счетами а потом им приходил счет сразу за несколько лет дескать вы же в курсе что платить надо так что сами виноваты возможные казусы иного рода у меня одно время было сразу две фамилии так что в какой-то момент на мою вторую фамилию пришел счет пришлось доказывать что это все еще я многие ищут способ уйти от этого побора в интернете есть множество советов споров и истории на эту тему на факт остается фактом рано или поздно вас поймают и попросят кассе а если вы окажете а если вы окажетесь то откажетесь я имею виду то можете расстаться со своим имуществом или даже свободой немцы судятся жалуются во все инстанции и считает это ущемлением своих конституционных прав и свобод но пока все без результата единственный более или менее простой способ не платит это жить с тем кто освобожден от взноса как показал мой опыт проживание в одной квартире со студентом получающим стипендию освобождает в итоге всех обитателей квартиры от взноса с каждым годом все больше и больше людей отлавливают и заставляют платить таким образом в 2015 году немцы заплатили суммарно 8 131 миллиарда евро 8 миллиардов 131 миллион евро возникает вопрос куда же идут деньги их получателя вот эти вот господа я ребята не удивлюсь если вот эти вот господа окажутся жидвой вот поэтому я и назвал свой ролик кому на немецчине жить хорошо так это местные теле и радиоканалы и сервис который собирает и распределяет финансы которые собственно и финансируются на эти деньги за это они предоставляют немцам много информации и мало рекламы являются независимыми общественными каналами и их независимость обеспечивается финансируемой не за счет рекламе и других заинтересованных источников а из немецких карманов благодаря независимую уже источнику в лице всех жителей германии естественно мнение немцев о полезности такого финансированы финансирования разделились и кто-то считает 17 с половиной евро в месяц приемлемой платой за наличие так называемого независимого вещания там дескать и народную музыку транслируют и слова и о слабослышащих заботятся аргументов у них хватает и вообще это такой же полезный налог как и все остальные но все же большинство немцев далеко не в восторге от этого взноса вот тут вот обратите внимание есть карикатура ваше несчастье народ я не избавлюсь от этого чувства голода вот такой интересный пост ребята и вам теперь все понятно кому на немецчине жить хорошо я не удивлюсь если скоро появится второй гитлер и начнет мочить тех кому жить на немецчине хорошо что уже было спасибо за внимание подписывайтесь на канал до свидания